Смешение человеческих тел, драпировок, облаков, кто-то тянется к этому свету, кому-то не хватает места, кто-то выбаливается за пределы этой живописи, этой огромной картины. И вот дальше возникает вопрос, каким образом Дачичи или Гаври сделал эту иллюзию, ощущение того, что здесь вокруг нас архитектурное пространство, но вдруг оно каким-то образом перетекает в живопись. Вообще технически объяснить это действительно сложно, но там это требует, в общем, на самом деле особого усилия подняться на лица и рассмотреть, что, конечно, не часто удается в таком случае, но есть детали, которые нам позволяют все-таки отчасти понять, каким образом он добивается в этой иллюзии абсолютного растворения архитектуры и живописи друг в друге. Обратите внимание, здесь облака, и посмотрите, пожалуйста, на липнину, вы звучите, и вы увидите, что на липнине есть тело. И у вас вкладывается впечатление, что это реальный облакарм и персонаж, который порядок над нами. А на самом деле это тело нарисовано. Она даже не обрасывается к лаконам и режу, и все, она просто дополнительно создана мастером. И благодаря этой иллюзии, так называемой там плёй или отманкой, которая была очень популярной в XVIII веке, благодаря этой иллюзии возникает ощущение вот такого нереального или и реального пространства. Но Бачича, он был только начальником вот этой иллюзованной живописи, и, конечно, очень много мастера подхватили, были великие мастера, которые воплощали совершенно потрясающее растворение архитектуры в живописи. Вот это очень хороший пример. Предпаримый Тенисинец, который иллюзованной живописи, это еще одна иллюзийская церковь, свой плакон, который написал Андрея Полццо. Андрея Полццо не очень известен, не очень широко, скажем так, сравнивая с него с Гаули, но на самом деле Полццо был не просто живописным, он был математиком, архитектором. В первую очередь он был математиком. И вот он идеи Гаули развил просто совершенно сумасшедшую математическую теорию. Продолжение следует...